Всем привет, меня зовут Алена Бурдина, и если ты тут первый раз, то добро пожаловать, если же нет, то я безумно рада, что ты вернулся. Сегодня я снимаю снова в студии, это уже второе видео, которое я здесь снимаю, и мне безумно нравится. Мне безумно нравится, что тут есть свет, который меня подсвечивает, надеюсь, с той стороны, с которой необходимо это делать. И в этом видео, это видео вдохновило, как вы могли увидеть по названию, я хочу поделиться с вами тем, что меня вдохновляло вот сентябрь, октябрь. Очень часто я прошу вас в комментариях к этому видео написать, что вас вдохновляло в этот период, потому что то, что вдохновляло вас сейчас, может вдохновить меня в следующем месяце. И в этих видео я делю все по нескольких категорий. Чаще всего это еда, что можно посмотреть, какие блоги можно посмотреть, почитать, то далее, какие книги я читала, рассказывала. Также рассказываю, какими средствами я пользовалась, и немножко делюсь своими новостями и планами за последний период и за немного будущий. Для того, чтобы потом, возможно, пить, смотреть это все, посмотреть, что выполнилось, что не выполнилось. И я предлагаю долго не затягивать начало и уже начать. Данное видео я прям несколько месяцев уже очень странно снимаю через раз, потому что я переезжаю с одного на другого места, постоянно работаю, постоянно учусь, постоянно еще что-то делаю. И, в общем, как всегда, очень много, я бы сказала, отговариваюсь. Поэтому сегодня я решила ничего не откладывать, а все вам рассказать. И первым сочетанием в еде я хочу поделиться, это батат и хумус. Не помню, говорила вам или нет. Помню, что делилась с вами рецептом батата с кешью соусом и запеченным нутом. Это восхитительно. Я прикреплю сюда куда-нибудь пост. Скорее всего, это был пост. Вы сможете его посмотреть. И хочу вам сказать, что если вы полените сделать кешью соус, это достаточно долго, потому что орехи нужно замачивать и все такое, можно просто взять потрясающий хумус или сделать его самому, можно по моему рецепту. Это реально очень-очень вкусно, это очень сытно, и я прям любилась. И как раз таки в этом месте я ездила в Стамбул, в Турцию на свой отпуск впервые за два года, где я смогла немножко покупаться. И как раз таки там мы достаточно с моим новым молодым человеком много готовили. Мы готовили как утром, например, овсянку, так и вечером ели батат. И что могу сказать? Батат во всех странах прекрасен. Поэтому где бы вы ни были, найдите батат и съешьте его. Следующая моя находка этого месяца, в который я первый раз попробовала, это фава. Это тоже вроде хумуса, только это намазка из гороха. То есть не из нута, а из гороха. И это прям очень вкусно, это очень интересно. Она немножко другая по консистенции, но при этом вкус мне безумно понравился. Я не знаю, если кто-то из вас пробовал, поделитесь вашим ощущением, мнением от этой интересной закуски, так скажем. И в этом месте я еще попробовала баба гурш, по-моему он так называется. Я абсолютно говорю неправильно, причем я знаю, как он называется, но, видимо, я не знаю. Это намазка из баклажанов. Тоже интересная, но она, пожалуй, мне из всех этих трех понравилась меньше всего. Я имею в виду хумус, фаву и баба гуш. И еще, что хочу сказать, что я сейчас подсела конкретно на овсянку, не знаю почему. Видимо, после большого количества времени, когда я питалась просто, наверное, фруктами и ореховыми, ореховыми пастами различными по утрам, я поняла, что мне хочется чего-то другого. Плюс сейчас начинает быть холодно, и мое тело тоже мерзнет. Я очень хочу переключаться на более теплую, более согревающую пищу, которая именно будет помогать, так скажем, промасливать мое тело, если так можно сказать. Но пока что я именно вот четко промасливанием никаким образом ни внутри, ни снаружи не занималась. Но, наверное, эту осенью я бы действительно хотела уделить этому внимание. И касаемо питания, включить те продукты, которые действительно более благотворно будут для этого влиять. И я как раз таки тоже хочу снимать на эту тему видео, на тему аэровидического питания, возможно. То есть не прямо вот отдельное, а именно включающие какие-то аспекты, моменты, которые могут и вам тоже быть полезны, могут быть помогать, но при этом не занимать много времени, много ваших мыслей и так далее. Поэтому я включаю сейчас свою рацион овсянку с куркумой, черным перцем для активации куркумы, и также с корицей. Это невероятно вкусно, особенно если вы сверху нарезаете банан, поливаете все это овсяным молоком и наслаждаетесь. Плюс, кстати, в последнее время должна заметить, что очень мало пала кофе, особенно когда была в Турции, мне настолько бы не хотелось, мне настолько казалось это каким-то ни тем, ни моим напитком, что очень удивительно. Но вернувшись в Питер, плюс 10 градусов в эту холодильню, я поняла, что я, да, по нему немножко скучаю. Поэтому сейчас немножко у меня странные к нему ощущения, зато я прямо влюбилась в мачу. И еще хочу сказать, что, не знаю, пробовали вы или нет, но есть такой рецепт, туркменек латы, латы с куркумой. Или зачастую даже готовят просто молоко, подогревают, добавляют туда куркумы, тоже немного черного перца, иногда корицы. И говорят, это тоже очень вкусно согревающий напиток, очень полезный для нашей внутренней, так скажем, иммунной системы. Вот, поэтому, я не знаю, если кто-то это спробовал, поделитесь рецептом, я буду рада приготовить его, думаю, будет интересно. Говоря о книгах, в этом месяце я, так скажем, погрузилась в Дао Цзи. Это учение, знание, философия, если так можно сказать. Невероятно интересно, потому что, как бы, я вообще читала, сейчас скажу, как называется, Абсолютная Дао, беседы о Дао Дэ Цзи от Ошо. Когда Ошо задает вопросы, он повествует и отвечает на них, как будто бы он Дао Цзи. То есть, как будто бы он есть проектор для этого всего, и то, как он воспринимает, даже не воспринимает, а рассказывает о противоположностях, которые вообще не противоположности, а просто дополняющие части одного целого, невероятно, и мне очень нравится именно изучать, и, знаете, подвергать свое мнение и свои какие-то знания, сомнению, и тому, что это может быть не так, и можно на все посмотреть совсем по-другому. И чтобы не быть просто пустословной, мне очень заинтересовало, прям, правда, заинтересовало то, что, опять же, чтобы вам было более понятно, вот он говорит, например, о красоте и об уродстве. Мы бы не знали, что такое красота, не зная, что есть такое уродство. Мы бы не знали, что такое есть красота, если бы не было грязь. Мы бы не знали, что такое есть плохо, если бы не было хорошо. И так далее И это ко всему относится И в трудные времена, когда вы не знаете, как с чем-то справиться Когда вы не понимаете, что вообще происходит Вспоминаете о том, что это все будет меняться И это все всегда дополняет Если вы сейчас находитесь в трудном состоянии, в трудном положении И вам тяжело, и вы растеряны, потеряны То попробуйте вспомнить о том моменте, когда вы были в противоположной точке Своего понимания действительности и того, что с вами происходит Когда вы были четко уверены в том, что вам надо, что вы делаете И вы почувствуете, что это все одно целое Это все одно целое, есть это состояние И оно просто, знаете, как будто шарик поворачивается к вам одной или другой стороной И, ну, вы, допустим, и есть этот шарик И это очень интересно, как можно об этом подумать, посмотреть на это Просто порассуждать на эту тему в контексте того, что происходит именно в вашей жизни И вторая книга, которую я сейчас читаю, это Набоков, камера обскуры Точнее, я ее не читаю, я ее слушаю в аудиоформате Очень для меня интересно Я поняла, что я очень как-то разлюбила подкасты Мне совсем не нравится их слушать Мне становится неинтересно То есть, если поначалу мне казалось, было куча много классных, клевых каналов Которые говорят об интересных вещах Знаете, вот я сравнивала это как раз таки с тем, что Как будто бы у меня есть друзья, я с ними там общаюсь В подкастах, в плане, когда слушаю, я как будто бы иду с другом и общаюсь Сейчас какую-то бред пронесла И я поняла, что мне сейчас это просто не нужно И мне хочется послушать книгу Просто послушать хорошую книгу И как раз таки моя подруга посоветовала мне почитать Набокова Для того, чтобы, опять же, моя речь стала более красивой, более ясной, более четкой Более лаконичной, возможно С интересными эпитетами, различными сравнениями и так далее И, кстати, мне даже две подруги посоветовали его почитать Поэтому я такая, так, все, Набоков мы с тобой замочились, так скажем Я ее еще продолжаю читать Мне буквально немножко осталось Но я уже готова сказать, что это потрясающая книга Не знаю, если вы читали что-то из классики И хотите мне посоветовать То я буду очень рада, на самом деле Потому что вот сейчас тот период осень Когда мне хочется переключиться на классику И хочется почитать что-то более лаконичное, наверное Больше описаний Больше, как вы знаете, своеобразных историй Вот такое вот настроение, так скажем Касаемо того, что использовать на себя Какие средства в этом месте мне очень понравились Очень помогли Я бы сказала, из-за отпуска у меня очень сильно подсушились волосы Поэтому я вот в последнее время делаю упор именно на увлажнение кончиков На то, чтобы мои волосы снова засияли, так скажем Я влюбилась в кондиционер «Конфетный дождь» от Lush Мне прям очень нравится Я пользуюсь как таким вариантом пшикалки, который я вам рассказывала Нам дарили, его нет продажи И кондиционером, который обычно пользуется для душа И не поверите, вот сегодня второй день У меня до сих пор пахнут волосы И это потрясающе Он очень классно увлажняет При этом он очень легкий Мне кажется, я сейчас начинаю продавать Просто дайте мне только одно слово И сыворотки для волос мне безумно понравились Я очень люблю их использовать И я сейчас пользуюсь от The Body Shop Я сейчас покажу здесь фотографию, скорее всего Она с маслом виноградных косточек, если я не ошибаюсь Очень классно напитывает Я использую на ночь перед митьем головы на следующий день То есть я стараюсь каким-то образом это все, знаете, контролировать, корректировать И еще для кожи лица Последние демечки начала использовать ретинол Потому что я вообще не понимаю, что происходит с моей кожей То ли это из-за масок, то ли это из-за отпуска То ли это из-за еды, то ли это из-за всего вместе Но что-то она какая-то у меня такая Типа вот так вот Я надеюсь ее как-то, как-то ей помочь А вообще я еще попробовала лосьон для тела От Don't Touch My Face блога Адель Которые обычные, классические И мне все высыпало У меня высыпание полностью на шее У меня все тело высыпано Причем удивительно, что я пользовалась им как на лицо, так и на тело На руки Вот у меня руки немножко подвысыпало некоторые места Тоже сейчас купила таблетки, буду пить Вот, поэтому пока что я вдохновила У меня, наверное, такие средства для ухода за собой Потому что нового особо я ничего не пробовала Как видите, мои волосы продолжают расти все больше и больше И я уже как-то не контролирую как будто бы этот процесс Мне кажется, мне нужно их немножко подстричь Потому что они уже становятся не такими здоровыми, как это было изначально И касаемо блогов хочу немножко сказать Того, что я открыла для себя не так давно Маргариту Мурадову Я ее смотрела до этого, смотрела ее видео Но как-то я, знаете, так очень Ну, посмотрю, не посмотрю, посмотрю, не посмотрю А в последнее время мне прям безумно нравится ее видео Безумно нравится ее посыл И безумно нравится качество И я понимаю, что, пожалуй, это тот маячок, за которым я хочу следить И понимать, как бы я хотела выстраивать, например, свою картинку Как бы я хотела делать свой звук Подавать свою информацию и так далее То есть я хочу посмотреть Именно в плане конструкции ее видео И попробовать что-то из этого вынести для себя Поэтому будем пробовать Будем стараться Не знаю, смотрели или нет У нее фэшн-видео Она рассказывает о том Как одеваться, как не одеваться и так далее Кстати, вот сейчас здесь коврик такой лежит И я вот, знаете, постоянно вот сижу просто и трогаю, трогаю, трогаю Меня так успокаивает, если честно И второе, что я открыла и что я долго отрицала Это Мария-22 Не знаю, почему я не смиряла раньше видео Мне почему-то казалось, что, знаете, они такие супер попсовые Какие-то неинтересные В общем, не знаю, почему я так и думала Но мне безумно они понравились Я хочу ей поделиться Потому что искренне нравится Потому что искренне нравятся ее осенние влоги Я понимаю, что я бы хотела попробовать какой-то похожий формат И опять же, я не говорю о копировании Я не говорю о том, что я буду делать то же самое Я говорю о том, что я бы хотела попробовать новый для себя формат И я в любом случае буду по-другому монтировать Это не будет так качественно, не так красиво, как у нее Я бы сказала, но у меня будет по-своему Будет немножко более, знаете, такой бытовой формат Но так или иначе будет по-моему Потому как я привыкла делать и как мне нравится Хочу пару слов, наверное, сказать про переезд Что я сейчас переехала Я продолжаю жить в центре Снимаю квартиру вместе с девочкой Которая мне просто написала в инстаграме И сказала Ален, может быть, ты хочешь со мной пожить? Потому что у меня саджается седка И у меня свободная комната Я такая, да Вот таким образом, собственно говоря, я переехала снова к ней И безумно этому рано, собственно говоря И по поводу планов У меня буквально пару минут, на самом деле Скоро студию у меня уже отберут Про мои планы на октябрь и ноябрь Это первое Я займусь английским Я пойду, скорее всего, в школу по вождению Я также хочу постараться более профессионально вести свой блог И как-то, как сказать, даже не знаю Действительно более профессионально к этому подойти И я вообще не перефекционист И, возможно, мне немножко даже не хватает этого качества Потому что я все делаю на, как бы, а, нормально, выйдет так Но я понимаю, что сейчас конкуренция невероятная И конкуренция действительно очень красивая И все хорошо делает И поэтому я тоже хочу попробовать делать все красиво и очень хорошо На этом, пожалуй, все Остальные планы я уже буду говорить вам, наверное, во влогах Я вас целую, обнимаю И я сейчас собрала микрофон И, пожалуй, на этом все Буду с вами прощаться Спасибо вам большое, что посмотрели это видео Поделитесь со мной, что вас вдохновляло в этом месяце И увидимся с вами уже очень-очень скоро Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok